Певиц на каблуках в десятки раз больше, чем певиц. Я называю себя певицей на колесах. Кто как хочет, то так и понимает. Я родилась, ну, можно сказать, сразу музыкальным человеком. И когда я родилась, я родилась сразу с поставленным голосом. В роддоме агушерки говорили, о, певицей будет. Потому что сразу же слышно, кто как кричит, у кого какая глотка. Я когда ее первый раз услышала, когда мы с ней только познакомились, я поняла, что тут уже это неизбежно. Начиная с нашей прабабушки, потом бабушка, моя мама, я, Нина. Так как родители музыканты, в общем-то, всю жизнь в музыке, у меня и вариантов-то не было. Но это не тот случай, когда тебя принуждают к этому. А это тот случай, когда тебе, ты по-другому просто не можешь, потому что в тебе все звучит. Это Лера, самая моя первая ученица. Она с 4,5 лет у меня. Это Аня, она с 7 лет у меня. Почему? Как можно поменять Лен Владимировну и Игоря Александровну? Игоря Александровна, это моя мама, та же преподаватель по вокалу. На самом деле, очень комфортно заниматься с человеком. Как-то сразу нашли коннект друг друга. И так как с детства, тем более, было очень приятно находиться вместе. Я приняла это сразу, будучи в машине, понимая, что у меня травма позвоночника и разрыв какого-то внутреннего органа. Я уже сразу понимала, что со мной. Меня еще не вынули из машины. Я уже поняла, что произошло. Я поняла, что я, скорее всего, не буду ходить. То есть ко мне подошли, открыли дверь и спросили, идти можешь? Я вижу колени свои, так, оп, оно не двигается. Я поворачиваюсь и говорю, нет. Я сидела на асфальте и чувствовала, что у меня внутреннее кровотечение. Как вы еще и управляли своими? Я очень стрессоустойчивая, как оказалось. Шок, это по-нашему, мы его спокойно переживаем. Так было всегда. То есть я не впадала там в депрессии, не уходила, не в какие-то странные состояния. Я всегда все контролировала, оставалась в сознании, что бы ни происходило. У меня всего лишь не работают ноги. У многих не работает голова. Это куда страшнее. Откуда вы это взяли, от мамы или от папы? А это нет, нет, у них такого нет. Я такая одна. На самом деле это такая интересная тема, потому что долго, много-много лет в моей жизни мои близкие меня ругали за то, что я слишком упертая, слишком самостоятельная, слишком сильная, что я всегда точно знаю, как правильно, что для меня лучше, что для меня неприемлемо. Это всех раздражало. Стоило мне выжить в аварии, как ровно за это же меня начали хвалить. Потому что именно с этими качествами тем, кто рядом, оказалось проще со мной, чем если бы этих качеств не было. Пришлось бы за меня вообще все делать. Ваш характер изменился после аварии? Нет. Нет. Есть слабаки-нытики, да. Терпеть их не могу, честно. Вот, возможно, для кого-то это будет жестко и категорично, но... У меня такое правило. Если ты ноешь, что-то делай. Если ты не делаешь, не ной. Я тоже придерживаюсь только такой точки зрения. Если ты можешь что-то делать, делай. Это сила, внутренняя сила духа, которая просто вот она есть, она живет и двигает вперед Нину. Нина двигает нас и всех остальных. Мы с удовольствием этому соответствуем. Сейчас я разложусь. Я после аварии лежала. На третий день я попросила жестами там какими-то, чтобы мне принесли наушники. Меня часто спрашивают, а как же у вас вот не было депрессии? А мне некогда было. Я раскладывала альбом «Селендион» на инструменты. Серьезно. Вы так рассказываете, как будто бы эта авария не драма, не трагедия, а что-то такое обыденное. Ну, это моя жизнь. Вот честно, для меня развод гораздо большая драма, чем авария. Вот правда. После аварии я жить не перестала. Я стала жить еще активнее. А после развода? Не после развода. Во время замужества я перестала жить. У замужества обычно же счастливая история. По-разному бывает. Не мечтала весной о лете, не боялась, что сказать... Совершенно случайно мы познакомились. И как-то все так и закрутилось, завертелось. Я вообще не предполагала. И все вылилось в замужество. А в 2020 году, когда нормальные люди сидели запертые в ковиде, мы решили жениться. А это любовь была? Да, конечно, это была любовь. Я бы не вышла замуж, если бы я не полюбила. И если бы я не чувствовала, что меня любят. Но так бывает, что... Да, вот даже если это любовь, она бывает разная. Я была в абьюзивных отношениях. То есть? Ну, меня постоянно подавляли. Мне постоянно говорили о том, что... Ну, в общем, я все время была не такая. А ты не сказала, а ты не сделала, а ты не напомнила, а ты не сходила. А я живолюбила. Вы плакать умеете? Да. Научилась. Раньше не умела. Когда научилась? Пока была замужем. От обиды? Да, от обиды, от боли. Было очень больно, было очень тяжело, потому что любовь, она же вот так не выключается. Я долго пыталась это удержать, реанимировать, дать этому объяснение, оправдание. Потом, когда я просто со стороны посмотрела на всю ситуацию, поняла, что оправдывать нечего. Я поняла, что мне надо себя спасать. Я поняла, что за 4 года замужества я перестала писать песни, перестала писать стихи, я перестала подходить к клавишам. Он наступил на горло вашей песни? Вот в прямом смысле, да. За окном снега заметают следы, просто я не смогла и не выдержал ты, просто дым пустоты затуманил глаза. И когда я приняла решение разводиться, на меня напала муза. Вот прям напала. И я как начала писать песни, 4 года этого не было. И как я начала писать, я не вылезала из фортепиано. Куда потянул челюсть? Ты делаешь... Держи внизу. Опять поднял челюсть. Мне не нравится ты какой-то сегодня невыдающийся. Невыдающий ты сегодня. Полетели со мной, птицы на землёй. Выше стою, прямо на краю, без тебя я не... Коля, это вообще что? Галатея и Пигмалионы? Коля, это нечто. Почему он появился в вашей жизни и для чего? Хороший вопрос, наверное, не мне его нужно задавать. Тема Коли очень интересная, потому что я не планировала его в своей жизни. Я вообще ничего подобного не планировала. Я вообще, честно говоря, уже думала, что я больше не буду преподавать вокал. Ну, не хочу, я так устала от этого, у меня другие совершенно интересы. Я работаю с голосом, но не в плане вокала. Мы знакомимся с Колей настолько случайно, что... Ну, тут даже те, кто не считает, что случайности не случайны, в это поверят. Директор детского дома Колинова, Лариса Михайловна, познакомила меня с Колей. И потом просто спросила, она говорит, Нина, вы могли бы позаниматься с Колей? Я так растерялась, внутренне растерялась, потому что я не планировала этого, я вообще живу в Питере. Я говорю, ну, пока здесь, да, да, могла бы. Ну, а потом как-то вот так вот перетекло, перетекло и стали заниматься. Мы с ним совпали душевно и по ценностям. Я очень хотела взять над ним опекунство, но, к сожалению, в нашей стране опекунство людям на инвалидных креслах не дают ни в какой форме. Наставник – это не просто ответственно, это мега ответственно. И мне кажется, это немного страшно. Мне порой страшно, реально страшно не подвести, не слишком надежить, опять же, чтобы не подвести, да, потому что возникает такое, ну, кто я такая? А почему он вообще меня должен слушать? А потом я понимаю, но он сам выбирает. Моя задача – научиться, научить его брать ответственность за свою жизнь на себя, а не перекладывать на других, потому что я заметила, что поначалу он это делал. Вот это для меня очень важно. Страшно? Страшно. Да, страшно. А страшно всегда, когда я преподаю. Вы думаете, не страшно? Страшно. Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, вы невероятно красивы. Это раз. Спасибо большое. Вы тоже. Во-вторых, невероятно мужественны. Слава – это важно. Участие в голосе, концерты. Наверное, сейчас даже говорят, что и Коля вам для этого. Вот это, кстати, мне было очень смешно, когда это начали говорить. Красавец видел я немало, И в журналах и в кино, Но ни одна из них не стала. Лучше Нины все равно. И даже сам я не заметил, Как ты важна в моей мечте. Ты велевся на свете, Королева красоты. Медийность, она нужна, если тебе есть что сказать, скажем так, да? Медийность, она нужна, если у тебя есть какие-то планы. Вот у меня, например, план, Сейчас смешно скажу, сделать этот мир лучше. В каком смысле? Если я могу помочь с улучшением доступной среды в стране, Я буду это делать. И это получается. Но без медийности намного сложнее. Если я могу помочь парню из детского дома Выйти в свет, Медийность для этого нужна. А что такое страх? Вы вообще знаете это? О, еще как! Я вообще на самом деле такая трусиха. Да. Позвольте вам не поверить. Я очень большая трусиха, но Для меня мои страхи – это зона роста. Поэтому можно сидеть бояться и ничего не делать, Кряхтеть, стонать, Жаловаться. А можно просто понять, Что раз ты вот этого боишься, Значит, ты до этого еще не доросла. И попытаться что-то с этим сделать. У меня ощущение, как будто бы вы Ну, чуть ли не рады тому, Что с вами произошла вот эта авария И изменила вашу жизнь. Ну, так же не может быть. Нет, я не рада. Я не рада. Более того, я честно скажу, Что иногда на меня находят, Что, ну, было несколько моментов, Когда я на взрыд кричала, Зачем вообще я осталась жива? Если все так. Бывает, бывает такое, находит. Конечно, я не рада, что я в коляске. Просто я понимаю, зачем это. Зачем? Я боюсь, если я сейчас скажу, зачем, Многие люди будут говорить, Слишком много на себя взяла. Поэтому пусть каждый сам додумывает. Я не понимаю, как люди могут этому, Ну, не радоваться. Вот, например, сегодня светит солнце. Ну, это же классно. Я даже радуюсь, когда дождь идет, Потому что в эти дни я могу никуда не рваться из дома И сидеть спокойно работать. Я не знаю, ну, вкусный чай на столе, Хорошее настроение, здоровье у родителей, Классные друзья, Новая одежда. Ну, столько поводов для радоваться, Что, мне кажется, стыдно не радоваться. Пора нарушить тишину. Пора нарушить тишину. Что эта фраза значит на самом деле для вас? Ой, для меня эта фраза значит очень много. Пора нарушить тишину. Это такой крик души. Теплое, теплое море. Сколько же в море там соли. Столько же соли от горя в слезах. Это про любовь, про мир, про самодостаточность, про что-то очень тонкое, нежное и сильное. Я тоже начинаю об этом задумываться и я чувствую, что меня тоже переполняет вот это все. Я слышу ее песни и просто радуюсь тому, что она активно живет, ярко живет. Живет. Когда нет слез и нету сил, ты просто Бога попроси укрыть от тву любой мундир. Да будет мир, да будет мир. Я четыре года молчала. Мне столько накопилось. Что хочется сказать? А просто жить хочется. Просто хочется жить, хочется творить, хочется что-то делать, хочется каждый день проживать так, чтобы вечером, ложась спать, было ощущение наполненности. Очень хочется. И, кстати говоря, получается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова